Приветствую дружище, с вами как всегда Димка и сегодня мы находимся на Блэк Раше, а именно ребята на сервере Казани, я конечно же приглашаю играть вместе со мной. Сегодня в этом ролике я бы хотел рассказать как правильно подниматься с умом новичку, если вдруг ты впервые зашел на проект, чтобы ты не был как Егор, которому требуется конечно же помощь в виде денег, а также приглашение в семью, потому что принять я его смогу только со второго уровня, конечно же в этом ролике я расскажу как правильно качаться и как правильно начинать играть на нашем проекте. А потому обязательно ставь лайк, подписывайся на канал и конечно же не забывай приходить к нам в игру по ссылочке в описании. Также внимательно вы наверное там заметили о моем секретном промокоде, который наверняка никто не знает, но благодаря данному промокоду, если ты новичок и только-только зашел в игру, самое время им воспользоваться и получить приятные плюшки. А именно хэштег промо, активировать промокод и вот сюда вписывай Димк и тем самым ты получишь как минимум это гелик на 12 часов, это голд вип, что очень важно. Ребята, об этом расскажу чуть позже, тоже на 12 часов. А также скин Моргенштерна и как бы аксессуар тоже на 12 часов, тоже очень такие неплохие, такие прикольные штучки. Ну и самое главное, ребята, теперь у тебя есть час, на котором ты можешь максимально правильно развиваться, а после у тебя будет просто х2 по доходу и по прокачке твоего уровня. Ну и самое главное, ребята, когда вы заходите, вы попадаете на спауны, либо в Арзамасе, как это вот в данный момент я попал южный, а также это Лыткарина, либо же на самом деле Батырева. Ребята, честно хочу признаться, что если вы вдруг в основном попадаете в южном, лучше перезайдите, чтобы попасть на, получается, спаун Батырева. И тем самым ты попадешь на автостанцию Батырева, откуда добираться до первой работы, до первых магазинов и всего необходимого будет намного проще. Потому что ехать, допустим, отсюда до южного на мопеде, ну в обратном направлении, это очень долго, и на самом деле ты потратишь примерно минут 10, когда можешь быстро и спокойно себе начать уже развиваться. Прежде чем ты начнешь, я бы советовал, конечно же, прочитать всю информацию об игре у этого NPC, он так и называется для новичков, помощь по игре. Ну а после ты сразу же переходи на квесты для новичков, потому что таким образом ты должен, соответственно, все квесты, как бы, ребята, пройти. У меня они просто все пройдены, потому что я вот именно начинал правильно, соответственно, ребята, развиваться на проекте. И первый квест у тебя будет как раз-таки первые деньги. Это первая работа, где надо просто, ребята, по GPS, если ты, опять-таки, не знаешь, куда ехать, а именно работа для новичков, выбирать шахта, завод или фермер. Ребят, на самом деле я хочу сказать то, что из трех работ самая прибыльная фермер, но сейчас, в данный момент, выбирать ее не стоит. Вам нужно отправиться как раз-таки, ребята, в шахту, потому что она находится очень-таки близко вот здесь. Ну и, соответственно, ребята, вы тем самым там первые деньги свои заработаете, пройдете квест, получите, конечно же, опыт и деньги. Ну а добраться можно, конечно же, на этом скутере, арендовав его в прокате. Отлично ты добрался, и вот это шахта, где ты можешь поднять свои первые деньги и выполнить первый квест. Я напомню, что на данный момент мы снимаем ролик в будний день, а с пятницы по воскресенье у нас действует акция Х2. Соответственно, то, что ты будешь зарабатывать исключительно на этой работе, ты будешь удваивать в дважды, а также весь опыт, который ты зарабатываешь на, опять-таки, этой работе, тоже ты удваиваешь дважды. Но, ребята, как я уже сказал, у нас скоро будет действовать мой промокод, который через час будет доступен и будет тоже давать тебе как раз-таки эти Х2 на целых 12 часов. А это, как раз-таки, кстати, и очень тебе поможет развиться в первый день на проекте. Ну и, соответственно, после ты должен добраться до места добычи руды, накопать нужное количество, и, конечно же, нельзя бегать или же прыгать, чтобы доставить до ленты, где ты должен все это сдать. А потому давайте-ка сделаем то же самое, чтобы вы имели хотя бы представление. После того, как ты сдал, примерно 40 кг ты накопал, ты получил 165 рублей. Опять-таки скажу, то, что в Х2 ты получаешь вдвое больше, то есть ты бы заработал 320 рублей. Соответственно, здесь нужно заработать как минимум 3000 на свои первые при выполнении следующих квестов. Затем ты сдаешь работу и отправляешься в магазин. Потому что, ребята, если ты откроешь квест, а именно, ребята, следующие как раз-таки квесты, это получить водительские права, но на данный момент тупо не надо этого делать, потому что ехать придется очень далеко, и это мы сделаем чуть позже. Тебе нужно одеться поприличнее, затем приобрести телефон. Соответственно, тебе нужно найти магазин одежды, как это сделать, все очень просто, GPS. Ближайшие места, поиск ближайших мест. И здесь есть ближайший магазин одежды, который располагается достаточно близко, опять-таки, в Батырево, о чем я говорил прямо в начале данного ролика. Но, ребята, я еще кое-что не сказал. Многие, кто часто смотрит мой канал, заметили, что я делаю еженедельно обзоры новых промокодов. И да, ребята, есть промокоды, которые позволят тебе в хэштег промо активировать промокод, и прямо сейчас вы увидите, а именно, Jun1618K, получить дополнительных либо 4 очка, либо если x2, то 8 очков опыта. А это уже говорит о том, что у тебя практически второй уровень, и тебе осталось совсем чуть-чуть. Здесь же в магазине одежды ты покупаешь абсолютно самый дешевый лук, а именно это 5850. Следующий, на самом деле, стоит достаточно дорого, 9 тысяч тебе, как бы, сейчас вообще нет смысла его тратить, потому ты покупаешь исключительно за 5800. А после, как я уже говорил, GPS, опять-таки, поиск ближайших мест. И следующий, как раз-таки, это магазин 24x7, который располагается вот он, на самом деле, чтобы вы понимали. Опять-таки, заходишь сюда, потом идешь, конечно же, в список товаров, покупаешь мобильный телефон, который стоит 2100. Опять-таки, ребята, возможно, каждый из вас сейчас спросит, а откуда же деньги, если мы все будем тратить? Ребят, при прохождении каждого квеста, вам насчитывается денежное вознаграждение, а также очки опыта. И потому, за каждое вот такое выполнение, вы получаете достаточное количество денег. Ну и система все была рассчитана, что вам абсолютно на все хватит. Ну и после, ребята, хотел бы сразу также сказать то, что есть еще несколько вариантов, как можно заработать пассивные деньги, ничего не делая. А для этого просто напиши хэштег промо, и здесь есть управление промокодом. Ты можешь создать свой промокод, у меня, на самом деле, 10 уровня, то есть самый максимальный, у меня просто все прокачано, но если, опять-таки, ты создашь свой промокод, ты, конечно же, будешь получать пассивные 3000 при вводе каждого человека, кто придет в эту игру. Но распространять нужно только лишь вне игры, то есть где-то, если ты будешь писать на спауне, чтобы ты вводил мой промокод, допустим, у другого игрока, то тебя могут, вполне возможно, посадить до морга. Следующими квестами у тебя это устроиться на официальную работу, либо же вступить в семью. Вступить в семью ты сможешь со второго уровня, а он у тебя уже, по сути, есть, находишь любого человека. А если играешь в наказание, именно нашу семью БББ, просишь вступить и, соответственно, попадаешь на рублевки. То есть ты будешь жить, в принципе, у нас дома, а именно на рублевке. Еще для того, чтобы устроиться на официальную работу, а это именно все работы, связанные с, конечно же, транспортом, то тебе нужно сдать на права. Но, опять-таки, если тебе не будет хватать денег, то ты можешь еще дополнительно заработать на пассивном заработке, а именно, если ты зайдешь прямо сейчас в донаты, то здесь есть Блэк Пасс. И, выполняя его, ты, конечно же, сможешь получать за это очки опыта. Ну и, конечно же, прокачивая его, получать еще и дополнительные очки, а также выиграть Камри, либо же другие машины в виде того же Гелика, или же Тойоты Марк навсегда, если пройдешь полностью в Блэк Пасс стандарт. Задания достаточно простые, это просто Шахтер, где мы уже и работали, по сути, мы могли спокойно заработать здесь, ну, вы и заработаете. Далее у нас есть всякие различные другие работы, ну, и если ты захочешь проходить Блэк Пасс премиум, за это придется немножечко заплатить при помощи доната, конечно же, там будут и другие прикольные задания, которые помогут тебе очень сильно быстро прокачаться. Я уже неоднократно делал разбор, как правильно качать Блэк Пасс, посмотри, конечно же, по ссылочке в описании, ну, а сейчас мы отправляемся сдавать на права, потому что это, как я уже сказал, очень важно, ведь нужно устроиться на официальную работу и заработать свои следующие деньги. Тем самым попадаем мы в автошколу и найти ее очень-таки просто, GPS, важные места автошколы. И, кстати говоря, там также и правительство, которое потребуется позже при устройстве на работу. Находится в лоткаре, и наехать достаточно, ну, так долго на мопеде будешь катить минут 10, потому максимально будь аккуратен, чтобы не сбили. Вот, далее ты заходишь, конечно же, на этот маркер автошколы, выбираешь любую комнату и идешь в комнату сдачи. Опять-таки, можешь ознакомиться с правами, если ты их не знаешь, но, по сути, я могу сказать так, что они тебе вообще не нужны. Все штрафы нужно оплатить. Да, кстати говоря, штрафы не должны быть у тебя на аккаунте, иначе ты просто не сможешь сдать. Платить штрафы ты можешь в любом из банкоматов, а именно в лоткаре на даже все есть. У нас получается оплата всех штрафов на 800 рублей оплачиваем, отправляемся обратно в автошколу. Опять-таки, почему я предупреждаю заранее, чтобы у тебя не угнали байк или же скутер, который ты арендуешь, который будет стоять возле автошколы. Ну, а теперь у нас все доступно, и, ребята, как видите, я все прошел. Буквально два ролика назад на канале вы сможете найти полный гайд разбора всех абсолютно лицензий, всех категорий, где я в одном ролике уместил все ответы на вопросы и рассказал, как правильно все сдавать. Я не буду, конечно же, сейчас это все демонстрировать обратно, потому что посмотрите просто либо по ссылке в описании, либо же посмотрите на канале, ролик имеется. Вы там быстренько все сдадите, потому что, что, конечно же, если ты допустишь 3-4 ошибки, экзамен будет не засчитан, а значит ты потеряешь все свои деньги, которые были уплачены за попытку. Ну, конечно же, со второго раза ты также будешь платить всю ту же стоимость. Затем мы отправляемся в наше правительство. Мы сдали на права категории B и категории D, ну и, конечно же, тем самым ты можешь устроиться на первую свою работу, а именно водитель автобуса. Она доступна со второго уровня, намного легче и намного прибыльнее, чем работа курьера, которая также доступна со второго уровня. И на самом деле, следующая работа только будет с третьего уровня доступна, я о ней расскажу чуть позже. И вот именно с третьего уровня на одной работе вы можете работать хоть до 15-го левела, потому что более интересных работ, по сути, ну, не особо-то много. Кстати говоря, если ты правильно шел по шагам моего гайда, конечно же, использовал мой промокод, то, соответственно, в хэштег промо есть забрать призы. Вот такой вот как раз таки пунктик, где есть как раз таки мой промокод, где вы забираете призы по промокоду. А именно это гелик, випголд и все, что в нем было. Ну и, соответственно, ребята, гелик у вас заспаунится здесь, получается, по команде кар. Вот, вы его будете уже с правами вводить, можете спокойно ездить на свои работы. Также випголд позволит тебе зарабатывать в X2. Ну и в любом случае, как только время действия всего этого закончится, есть еще один промокодик ВКБР, который тоже даст тебе випголд на это же время. Ну и также тачку и скин. Ну а после, если все это кончилось, там уже через неделю, может быть, ты будешь играть, есть, конечно же, ролик о промокодах, которые дают кучу тачек, кучу привилегий, поэтому обязательно смотри и используй все по очереди, чтобы не спалить абсолютно за один раз все свои промокоды. После того, как ты устроился на работу автобусника, естественно, нужно понять, где же она находится. Это все просто, а именно GPS, важные места, точнее основные работы, а здесь ты выбираешь просто ближайшее место аренды автобуса. Прыгаешь на вот эту метку, берешь, конечно же, автобус к аренде, устанавливаешь вообще любую стоимость проезда, хоть там вообще миллиардную, по сути потому, так как тебе будут платить за один круг, который ты будешь совершать. Ну и тем самым на этой работе под X2 ты будешь зарабатывать очень много, очень быстро качать свой левел и тем самым докачаешься, конечно же, до третьего. При выполнении также блэкпассов и квестовых заданий, я думаю, что это у тебя как раз таки займет порядка там 40-50. В последующем у тебя уже будет как раз таки третий уровень, доработать до него можно, я думаю, за часа три. Тем самым у тебя будет доступна одна из очень важных и классных работ, а именно кладоискатель. Как я уже сказал, она очень прибыльная. За один час ты можешь зарабатывать около 200, а под как раз таки X2 и 350-400 тысяч за получается один такий час и тем самым можешь уже купить свою первую машину, а быть может заработать на свой первый дом и так далее. Но в общем-то это очень таки важно. И кстати говоря, могу сказать то, что за вот эту работу, за час ты можешь совершить только 6 попыток для того, чтобы искать клад. Ребята, быстренько расскажу, клад будет у тебя либо в Батырево, либо где-то в Эдово появляться. Ты приезжаешь на метку, при помощи кладоискателя ты находишь клад, откапываешь и соответственно зарабатываешь за это деньги. Очень прибыльная и очень и очень крутая работа. Опять-таки, разбор всех работ я уже совершал на своем канале и рассказывал, где самое прибыльное и где можно заработать намного больше. Опять-таки, повторяться здесь я не буду. И хочу сказать только то, что у нас также есть еще один дополнительный, а именно, ребята, заработок. Это ВММ. И здесь есть, а именно, ребята, где настройки безопасности. И здесь вы можете дополнительная безопасность привязаться к Телеграму, привязаться ко ВКонтакте. За это ты будешь получать по 20 тысяч на свой аккаунт, а также и дополнительные привилегии в виде премиум аккаунта. Тем самым, ты можешь продлить свою премку на несколько дней и очень много заработать, очень быстро развиться и за первые же сутки поднять свой левел, наверное-таки, на пятый либо даже шестой уровень за первые же сутки, если будешь активно играть и задрудить прямо как я. А тем самым, за последующие сутки можно качнуться до максимально, там, не знаю, десятого, быть может, за третий до пятнадцатого, ну и, в общем-то, пройти игру. Ну, а на этом мы будем заканчивать. Спасибо всем огромное за просмотр. Хотел бы также сообщить о том, что у нас проходит конкурс. Победителя прошлого вы видите на своем экране. Давайте-ка в этот раз разыграем 2000 блэккоинов. Все очень просто. Ставь лайк, подписывайся на канал, пиши слова, участвуй, приглашай одного друга, чтобы он тоже принял участие. И ты в розыгрыше. Тем самым, ты получаешь еще дополнительный донат и, быть может, что-то в этом будет полезного. Ну и спасибо за просмотр. Всем удачки. Как всегда, был Димка. Играть на Казани. Ссылки есть в описании. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok